Улыбка – это один из самых простых, приятных и при этом бесценных подарков, которые люди могут дарить друг другу. Энергии улыбок заряжаются творческие личности всего мира. Известный чувашский художник Анатолий Данилов черпает вдохновение в солнечном свете, добрых людях и красивых цветах. «Под небом голубым» – именно так называется выставка, приуроченная к 60-летию известного живописца. В экспозиции представлено более 300 произведений живописи, выполненных в излюбленных жанрах художника, пейзажа и натюрморта. «Я обычно пишу все то, что окружает людей в обыденной жизни. Порой они не замечают, но я пытаюсь раскрыть глаза людям, посмотреть, как мир красивый и какой мир прекрасный такой». Одна из характерных особенностей палитры художника – преобладание теплой гаммы красок, вызывающей ассоциации с солнечным светом и пылевыми цветами. «Смотря на его картины, хочется тоже дальше развиваться, рисовать больше. Мне вот, например, самое хочется вместе с ними, с художниками, ходить на пленэр, в частности с Даниловым. Мне хочется больше узнать, как писать, как гармонировать и красиво делать картины». За годы работы на художественно-графическом факультете Анатолий Данилов научил видеть прекрасные сотни молодых людей. Среди учеников знаменитого художника есть и подающие большие надежды, и уже состоявшиеся мастера. «Сегодняшние его работы, продолжающие нашу русскую традицию, русского пейзажа, конечно же, они привлекают особое внимание. Не только нашего художества с сообществом, но, конечно же, те, кто любит искусство, те, кто знает наше искусство в Чувашии. Художник пишет ведь сердцем, художник пишет своей душой, и у каждого по-своему оно бьется, по-своему видит душа этот мир. Вот Анатолий Васильевич, поэт, на мой взгляд, поэт, знаете, такого сдержанного, спокойного восприятия красоты нашего мира». Анатолий Данилов активно занимается выставочной и музейной работой. Он участник многих международных и всероссийских художественных форумов. За 30 лет им организовано 35 персональных выставок не только в Чувашии и России, но и в Германии, Венгрии и Финляндии. Созданы более 3000 произведений, которые находятся в экспозициях многих музеев и в частных собраниях коллекционеров России и зарубежья. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.